Не менее часто встречается фигура, которую трейдеры называют треугольник. Фигура, при которой цена с каждым размахом уменьшает амплитуду движения. Собственно говоря, когда мы начинали знакомиться с графическим анализом, я ее вспоминал. Самая классическая, самая красивая фигура треугольник находится в основании евро. Формировалась с 2000 по 2002 год, до 2,5 года. И закончила формироваться с окончанием боевых действий в Европе. Движение цены 7000 пунктов. Треугольник цена вошла сверху и ушла наверх. Находим линию, которая была прорвана движением цены. Определяем максимальную высоту фигуры, начиная с точки 2, естественно. Откладываем эту высоту, обозначая ее буквочкой H. И ждем, пока цена достигнет цели. Мы опять с вами строим спектр промежуточных целей. И опять с вами запоминаем, что не обязательно ждать максимума. Вполне можно выходить с рынка в более интересных точках. Если мы с вами проводим промежуточные цели, необходимо не увлечься и не довести ситуацию до полного абсурда. Мы не должны допускать, чтобы тейк-профит был меньше стоп-лосса. Дело в том, что работая на этом рынке, мы с вами должны иметь не меньше половины выигрышных и проигрышных ситуаций. В таком случае мы не заработаем и не потеряем. Мы обеспечиваем себе незарабатывание. То есть ситуация, когда соотношение тейк-профита к стоп-лоссу один к одному приводит к тому, что мы не теряем. В то же время мы шли сюда не ради этого. Соответственно, минимальная цель, которую мы с вами рассчитываем, в любом случае должна быть не хуже, чем стоп-лосс. Поэтому, если вы получили спектр целей при определении фигуры, не забудьте выбросить все те, которые ложатся в расстояние между открытием вашей сделки и первым тейк-профитом, если он меньше, чем стоп-лосс. Движемся дальше. У треугольника есть еще одно очень интересное свойство. Этим свойством обладает только фигуры из семейства треугольников. Прорыв треугольника обычно происходит на расстоянии от 50 до 75% от первой точки входа цены треугольника до точки апекса. Страшное слово. Наверное, уже забыли. Но я когда-то уже вас посылал к учебнику геометрии за шестой класс. Не буду в этот раз это делать. Давайте мы посмотрим на график. Если мы соединим точки треугольника сверху и снизу, то пересечение диагоналей треугольника и сформирует точку апекса. Если мы от точки 1 до точки апекса отмеряем длину, разделим ее пополам, а потом еще раз пополам, то в большинстве случаев прорыв произойдет на расстоянии от 50% до 75%. Это очень хорошее свойство для работы. Мы с вами можем ожидать время прорыва. С точки 2 мы проведем вертикальную линию для определения высоты треугольника и дальше, и дальше так, как мы говорили раньше. Цель обозначаем буквочкой H, строим спектр промежуточных целей, выбрасываем цели, которые нам перенесут прибыли меньше, чем расстояние к стоп-лоссу, и работаем. Повторюсь, более подробно, как мы работаем, поговорим попозже. Этот треугольник, который мы так с вами внимательно рассмотрели, носит красивое название равносторонней. Линии сходятся приблизительно с одинаковым углом. Но еще есть восходящие и нисходящие треугольники. Это треугольники, у которых линия сопротивления заменяется уровнем сопротивления. Восходящий треугольник. Или линия поддержки заменяется уровнем поддержки. Нисходящий треугольник. В большинстве случаев цена прорывает данную фигуру в сторону уровня. Но давайте мы с вами договоримся. Мы не ждем большинства случаев. Мы с вами анализируем рынок, и только прорыв уровня или линии будет сигналом формирования фигуры. Из всех фигур, которые присутствуют на рынке, а их очень и очень много, по разным источникам от 80 до 120, моей самой любимой является, я уже говорил, неудавшийся размах. Но не менее интересный является Клир. Многие трейдеры его просто боятся. И зря. Дело в том, что Клин – это одна из наиболее динамических фигур. Клином обычно заканчиваются длительные трендовые движения, когда тренд поэтапно шаг за шагом выдыхается. Когда еще есть движение всплеск вверх, но уже до линии канала цена не доходит и возвращается обратно. Еще один всплеск, но цена не доходит до линии канала. И таким медленным затуханием заканчивается движение цены. Полтора-два месяца формирования фигуры, если мы говорим о дневных свечах, то цель мы достигнем буквально за несколько дней. Принципиальное отличие Клина от треугольника заключается в том, что в треугольнике стороны сходятся под углом, но углы противонаправлены. Клина – разные углы, но они сонаправлены. Пересекаются в далеком-далеком будущем. Цена к ним никогда не дойдет. Интересное определение высоты Клина. Клина в точке прорыва рисуем максимум либо минимум и, начиная от точки первого вхождения цены в Клин, находим высоту. Дальше схема та же самая. Мы высоту переносим в точку прорыва, находим цель, находим промежуточные цели, выбрасываем все то, что не переносит нам ожидаемую прибыль и дальше торгуем. Клинья, как и треугольники, представляют собой уже не фигуры разворота, а бинаправленные фигуры. Пусть вас не пугает такое слово. Это значит, что Клин и треугольник может быть прорван в любую сторону, как вверх, так и вниз. Он может быть как фигурой продолжения тенденции, так и фигурой разворота. И я надеюсь, данная информация вас уже не шокировала. Я уже не раз говорил о том, что признаком окончания формирования фигуры является прорыв линии или уровня. Если треугольник или Клин – это бинаправленные фигуры, это значит, что прорыв фигуры вниз позволит нам торговать коротко. Прорыв фигуры вверх позволит нам открывать длинную позицию. Продолжение следует...